Лечить бережнее и эффективнее в Ульяновске оснащают областной онкологический диспансер. В этом году установили аппарат брахитерапии, с помощью которого возможно проводить лучевую терапию, не задевая здоровые органы и ткани. К этому оборудованию еще поставляются комплектующие. С обслуживанием прибора не должно возникнуть проблем. Он российского производства. Запчасти в наличии. Брахус вообще с греческого означает короткий и подразумевает, что источник находится на кратчайшем расстоянии от самой опухоли. Для этого и нужна брахитерапия, потому что источник с помощью этого аппарата и всех его составляющих мы подводим непосредственно к опухоли. Будь то это опухоль, к примеру, шейки матки, влагалища, прямой кишки. Есть возможность сделать то же самое для опухоли полости рта, к примеру. Этот аппарат нельзя назвать уникальным. Скорее, это базовый гаджет любого отделения радиологии. Ранее в онкодиспансере стояла подобная машина, работающая на источнике кобальта. Предшественник советского производства с задачами справлялся, но его потомок гораздо безопаснее. Раньше брахитерапия подразумевала, что врач брал источник в руки на какой-нибудь носителе и внедрял непосредственно в ткань опухоли. Сейчас такой вид лечения тоже существует. Перед установкой бокс брахитерапии капитально отремонтировали. Остальные помещения радиологии тоже привели в порядок для комфорта пациентов. Ольга Пальнова поступила в отделение недавно. Она настроена позитивно, собирается с силами, чтобы пройти лечение. Надеюсь на выздоровление, чтобы люди в дальнейшем выздоравливали. Больше было как бы жизненных эмоций. Как раз поступило, здесь начинался ремонт. Конечно, здесь все сделали быстро, чистенько, аккуратно. Ремонт сделали, а поставки оборудования продолжаются. Всего по национальному проекту здравоохранения в этом году в онкодиспансер будет поставляться 13 единиц оборудования на общую стоимость 192 миллиона рублей. Обновленный корпус посетил губернатор Ульяновской области. Он осмотрел отделение, ознакомился с оборудованием и провел совещание по развитию онкологической службы. Также глава региона подчеркнул, что вместе с медпомощью необходимо развивать первичное звено и стараться выявлять онкозаболевания на ранних стадиях. Виктория Черкова, Геннадий Бухтаяров. Уллправда ТВ. Уллправда ТВ.